Это видео успел заснять один из посетителей кафе. Инцидент произошел в первых числах марта в одном из заведений города Карабалта. На кадрах молодые люди, угрожая ножом, расхаживают по кафе, а вокруг испуганные посетители. Одному из заложников хулиганы нанесли ножевое ранение. И только после того, как они решили дополнительно вооружиться ножами, которые были в кафе, посетители предприняли попытку связаться с милицией. Этот шаг отпугнул преступников. Они убежали. А милиция в кафе так и не приехала, рассказывают очевидцы. Я вызвала милицию, набрала 102, вызвала милицию, мне ответил в дежурной части. Он у меня спросил, сколько их человек, кто они по национальности, пьяные, не пьяные, будете писать заявление. Я на все эти вопросы ответила, сказала, да, буду писать заявление. И, в общем, они послушали и выключили. Даже не приехали, мы ждали их. У одного из них был нож. Такой большой был нож. Он подошел к бару и начал нам угрожать. Требовал, чтобы ему дали нож. Он взял два ножа и дал двум другим друзьям. Они взяли ножи и стали всем остальным угрожать. Мол, кто из вас попытается встать, зарежу. Кто-то из посетителей позвонил в милицию, но они так и не приехали. Одним из нападавших оказался сотрудник Джаильского РОВД. Второй, тот, который ходил с ножом, уже был условно осужден и отбывал наказание. Информацию по третьему подозреваемому уточняется. Службе внутренних расследований ГУВД Чуйской области по данному факту проводят служебное расследование. У участников инцидента взяли объяснительные. И на этом пока все. Говорили о том, что среди тех, кто ругался в кафе, был сотрудник милиции. В ходе следствия было установлено, что среди них был сотрудник Джаильского РОВД. По данному факту Чуйская ГУВД ведет расследование. С результатами средств мы ознакомим вас позднее. А по поводу вызова в службу 102, то никто не звонил. Расследование мы начали после того, как увидели видео на сайте Ютуб. Посетители кафе продолжают настаивать на том, что в 102 они звонили. Разговор, говорят, они длился минуту 10 секунд. Все это зафиксировано в телефоне человека, звонившего в милицию. Да поможет ли это во время расследования? Вопрос, почему сотрудники правоохранительных органов на телефонный звонок ответили, но заявление в журнале не зафиксировали и на вызов никак не отреагировали, остается без ответа. Эльнур Абекпасарова, Рахаджаны Бекова, Бақыт Кошалиев, НТС.